И снова добро пожаловать в мою деревню жителей, дорогие друзья! Давно не виделись, давно вы не были в моей деревне, и давайте-ка я вам покажу, что же у нас изменилось, что же появилось. Я проводил недавно опрос, и благодаря вашим комментариям было решено что-то новенькое добавить в нашу деревню. Ну что ж, давайте я вам покажу. Во-первых, наш премиум район вырос, у нас появилось еще три дома, в скором времени они заселятся новыми жителями богатыми, но пока что их нету, и походу вообще богатых жителей как-то очень мало. Ну да ладно, и что ж, поехали, я вам покажу. Помните этот райончик, где у меня были многоэтажные дома жителей? Так вот, он немножечко вырос, и теперь этих домов стало в четыре раза больше. Посмотрите, сколько жителей у нас живет, просто их уже числится больше сотни. Я думаю, что в ближайшее время мы по праву будем уже считаться не деревней жителей, а самым настоящим городом жителей. Блин, ну в натуре, это по-другому нельзя никак назвать. Вот, также наш город начал расти в эту сторону, тут у нас уже все разровнялось, здесь вот пляжик будет. Я планирую здесь, кстати, сделать реально пляж, чтобы здесь жители могли отдыхать и наслаждаться летним отдыхом. Вот, в ближайшее время также планируется построить мэрию, и вот насчет этой ратуши, не знаю, оставить ее как историческое наследие, как заложенная деревня, ведь эта ратуша стояла еще тут до меня, либо все-таки ее снести и построить на ее месте мэрию. Напишите об этом в комментариях, что вы думаете, вот, и мне будет очень интересно знать. По поводу нелегального рынка, я решил его узаконить в ближайшее время, я его пока что не трогаю, то есть я решил на него, скажем так, закрыть глаза. Пусть жители здесь торгуют, развиваются, продают ресурсы, развивают свой бизнес и так далее, и так далее. Вот, в плане еще одного нового здания, которое у нас появилось, это больница. И вы сейчас просто офигеете, кто там работает. Помните того разбойника, которого мы спалили на рынке, который торговал всякой ерундой? Так вот, он оказался у нас с медицинским образованием, и было решено его не сажать в тюрьму, а назначить врачом нашей деревни, чтобы он отрабатывал свою вину, скажем так, практическими своими навыками. Вот он врач, и знаете, в чем проблема? Судя по всему, у нас заболело три жителя какой-то странной болезнью. Посмотрите, как они выглядят. Они стали какими-то зелеными, они как будто похожи на инопланетян, но они не инопланетяне. Они просто-напросто заболели, им очень плохо, они не ходят никуда. И мы решили их немножко изолировать сейчас пока что от всех остальных жителей, и пока что больше никто не заболел, и надеюсь, что их всего трое пока что. Ладно, нужно у врача узнать, он должен был взять у них анализы и проинформировать меня, чем же они все-таки заболели. Здравствуй, врач, доброе утро тебе. Давай рассказывай, что же у нас там с жителями, что же мы с ними с тобой будем делать. В деревне стало очень много жителей. К сожалению, кто-то привез инфекцию. Мне удалось установить, что три жителя заболели новым корововирусом, выпив молока. Нам срочно нужно лекарство, иначе придется строить еще и кладбище. Я связался с доктором Ваксом в западной деревне. У них есть лекарство, но оно очень дорогое. Десять изумрудов за дозу. Так что решайте сами, господин мэр. Ага, у меня тут есть два варианта. Первый вариант, мне ничего не жалко для горожан, я отправляюсь за лекарством. И второй вариант, спасибо за информацию, пойду искать место для кладбища. Слушайте, в целом оба варианта привлекательные на самом деле, но у меня очень мало места для строительства кладбища в деревне. Для этого нужно ровнять территорию и так далее. Я этим не хочу заниматься, поэтому я, наверное, все-таки отправлюсь и добуду лекарства для своих горожан. Ну, вообще, по правде, глаза, они все-таки платят налоги, и сколько бы это лекарство ни стоило, я обязан предоставить им лечение, ведь эти жители платят налоги. Ладно, давайте мы выберем этот вариант ответа. Отлично, вам нужно отправиться на запад, через снежный биом, либо горы. Поторопитесь, они долго не протянут без лекарства. Ого, это ж сколько мне туда бежать надо. Ну, ладно, на мотоцикле... Блин, а на мотоцикле по снегу не очень хочется ехать, а на машине... Блин, там очень много рек, скорее всего, и на машине я тоже не смогу проехать. Там вообще нет дороги. Поэтому, я думаю, единственный вариант это добираться туда по воздуху. Ладненько, давайте сходим к механику, посмотрим, может он нам что-то предложит. Механик, механик, механик. Мне, в общем-то, нужно отправиться в западную деревню, которая примерно в 700-1000 блоках от нас. И мне это нужно сделать очень-очень быстро и желательно по воздуху. У тебя есть какое-нибудь решение этой проблемы? Я как раз занимался разработкой воздушного транспорта. Самое время его испытать. Ааа, я его что ли буду испытывать? Вот это да. Так, ладно, давайте посмотрим, что же у него за разработка. Ага, спортивный самолет. Так, что для него нужно? Для него нужно 108 железных слитков, 16 стеклянных панелей, редстоун и 32 панели. 32 панели. Ага, так, давайте посмотрим, что у нас тут есть по ресурсам. У нас тут есть, отлично, движок у нас есть для него, колеса есть, шасси. А по-моему, для него шасси даже не нужно, да? Вот это да, он походу не на шасси взлетает, а на маленьких ножках. Он просто бежит по взлетно-посадочной полосе. Ааа, взлетно-посадочная полоса, точняк! У меня же нет аэропорта в деревне! Блин, походу придется в ближайшее время еще и строить аэропорт. Ладно, я думаю, что сейчас я смогу взлететь где-нибудь с обычной дороги. Не зря я, кстати, дороги в деревне расширил. Если вы обратите внимание, раньше здесь были дороги в 3 блока шириной, теперь они стали в 6 блоков шириной. Это я уже на будущее сделал, чтобы нечаянно это все дело не застроить, и чтобы у меня не были потом узкие дороги, пробки и неудобства эти. Я все-таки учусь на чужих ошибках, так сказать, и поэтому допускать такого бардака я, конечно, не буду. Ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Нам нужны стеклянные панели, редстоун, стеклянные панели. А где мы возьмем стеклянные панели? Ага, стеклянные панели мы фиг знает, где возьмем. Ладно, походу их придется добывать, собственно, ручно. И давайте посмотрим, есть ли у меня где-нибудь здесь лопата. Лопата... А у меня есть топор. Топор есть, а лопаты нет. Ладно, придется скрафтить лопату. Я думаю, что железную лопату мне не помешает скрафтить. Они все равно очень быстро уходят. Так, и теперь мне нужно накопать... Накопать немножко песочка, чтобы потом использовать его для переплатки. Так, тут уже я весь песок повыкапывал, черт побери. Ладно, я думаю, что я сейчас вот здесь вот выкопаю, углублю немножко устья реки, чтобы лодкам было здесь комфортнее, чтобы они не садились на мель. Так что я думаю, это будет прям отличненько. На самом деле, мне не нужно здесь прям-таки много песка. Мне нужно скрафтить-то панели, а не сами блоки стекла. Поэтому я сейчас поставлю пережигаться весь песок, который я собрал. Сделаю из него панели. Еще нужно обязательно покушать. Вот, кстати, ресторанчика и кафешки бы в нашей деревне тоже пока что не хватает. Я думаю, в ближайшее время я на это очень надеюсь, что появится. Было бы круто, если бы вы предлагали идеи своих зданий в комментарии, или, например, вы их бы даже построили в схематик-файле, и я бы их добавил в свою деревню. Это было бы очень круто, если бы мои подписчики поучаствовали в строительстве деревни. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши здания попали в нашу деревню, вы можете их построить, создать схематик-файл, загрузить на какой-нибудь его популярный ресурс по типу планет Майнкрафта, и скинуть ссылочку мне в комментариях. Я постараюсь прочекать все комментарии, чтобы не было такого, что ваш комментарий улетел в спам. Ой, забыл, мне же нужно поставить это все переплавляться. У меня угля нету. Что, серьезно? У меня нету угля? Блин, надо было хотя бы лаву, наверное, использовать. Ладно, я пока буду использовать древесинку, а потом уже буду искать, где же можно добыть уголь. Если я не ошибаюсь, где-то в деревне я там равнял, и там появлялся вроде как уголь. Я сейчас поищу его. Еще покушать надо взять. Пока там все это переплавляется, я съезжу за углем. Че, время зря терять. Где, 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 где? Еда. Есть еда вообще какая-нибудь здесь? Здесь еда, здесь только две курятинки и две картофелины. Да, да, не густо, не густо, не густо в плане еды. Нужно съездить вообще к фермеру и собрать у него пшеницу. К нам недавно какие-то кролики наведались, паразиты, грызуны эти, и половину урожая уничтожили. Но, чтобы вы понимали, они уничтожили только морковку и ничего другого. Поэтому мне придется, придется, придется жрать пшеницу. Нет, стоп, почему пшеницу? Я просто-напросто соберу сейчас немножко урожая здесь. О, коровки, коровки. Коровы здесь... А, ну-ка, я от вас не хочу заразиться, корова, вирусом. Поэтому давайте не будете подходить. Понятно, фермер еще не собирал урожая, либо все продал. Поэтому я сейчас себе лично вот так вот соберу все. Вот так вот, вот так вот. Я думаю, что мне столько хватит, а все остальное я здесь засажу сейчас вот этими семенами. Семенами, семенами, семенами. Вообще, на самом деле, не знаю, зачем я это засаживаю, если у нас здесь есть специальное оборудование для засадки. Вот, фермер, а может быть у него здесь есть еда где-нибудь? Ой, тут есть морковка. Блин, а зачем я... Ладно, я еще и морковки у него возьму. Это мне пригодится в долгий будь, потому что мне лететь, судя по всему, очень и очень далеко. Угу. Так, нужно поискать, где же здесь я уголь мог пропустить. Так, во, я вижу уголь. Я вижу уголь. Это надо будет потом заровнять все землей. А этот уголь я себе добуду. Чего добру зря пропадать, вот. Иначе мы просто-напросто возьмем и заровняем это все равно землей. И этот уголь пропадет, а мне это не нужно, вот. Уголь мне пригодится. А то я тут все переплавляю, трачу на эту древесину, которую повырубал я здесь, просто со всего повырубал, чтобы построить дома. И вы представляете? Вот вы знаете, сколько деревьев росло? И мне пришлось их, к сожалению, все вырубить. Ну, потому что они мешали строительству, честно говоря, и прокладке дороги. Вот. Но я обещаю, что в ближайшее время я буду строить больше зеленых зон в своем городе. Я планирую построить большой парк и эти деревья как-то централизовать и на улице посадить, чтобы меньше было открытого бетона, чтобы это все не нагревалось. И жителям было комфортно жить в моей деревне. Так, ну я пособирал достаточно угля, считаю, что можно... Ой, я туда уже больше не буду спускаться, на самом деле. Это вот это уже туда... Туда лезть уже тяжеловато будет. Вот. И я думаю, что можно ехать и смотреть, что же у нас там переплавилось. По идее, уже все готово. Так, все готово, да? Все готово. Отлично. 10 стеклянных блоков есть. 16 стеклянных панелей есть. И я считаю, что можно отправляться... Так, знаете, что еще? Я еще возьму какой-нибудь краситель. Я хочу перекрасить самолет. Я бы его перекрасил в зеленый цвет, но у меня до сих пор нет кактуса, поэтому зеленый цвет не судьба. Возьмем, наверное, желтый цвет. По-моему, да, где-то желтый краситель я видел? Да, есть желтый краситель. Отличненько. Отличненько. Ну что ж, давайте создадим самолет. Нужны железные... Железо. Железо. Где железо было? Ага, железо. Вот он. Офигеть, 180 железа. У меня тут хватит. Вот, нормально, хватит. А теперь-то хватит. Так, еще редстоун нужен. И стеклянные панели... Ой, эти панели. Панели. Ну, это еще... Где редстоун? Редстоун нужен. Еще движок нужен. А вот, кстати, этот движок, если я не ошибаюсь, я могу его сразу протюнинговать. Я хочу, чтобы мой самолет был супербыстрым, супермощным. И поэтому я его сейчас немножечко проапгрейжу. Так, так, так. Нет, вот так, да, наверное? А как его апгрейдить-то? Ёлки-палки, как его апгрейдить? Так. Нет, 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 нет. Как-то его можно было проапгрейдить. Интересно как. Сейчас я посмотрю. Здесь вот есть такие лайфхаки, которые мне покажут, как же мне проапгрейдить движок. Так, мне потом нужно скрафтить каменный... А, тут нужны каменные блоки. Вот это да. Ладно, ладно, ладно. Я пока поставлю пережигаться булыжник. Пусть он дальше пережигается. А я, наверное... Ой, ой, что-то не то произошло. А я, наверное, все-таки воспользуюсь этим движком. Ну, что поделать? А потом уже буду заниматься его тюнингом, когда прилечу. Почему бы нет? Так, я думаю, что на этом мы все равно сможем долететь куда-нибудь. А куда я... А, вот движок. Все, нормально. У меня движок. Я думал, что я движок где-то потерял. Так, и перекрасить его. Сразу перекрасим. Все. Крафтим самолет, и мы получаем самолет. И теперь его нужно куда-нибудь установить. Думаю, взлетать я буду прямо отсюда. Почему бы нет? Вот, кстати, отличная... Отличная взлетно-посадочная полоса. Я думаю, этого вполне будет достаточно, чтобы взлететь на сам... Ах, блин, тут же еще нужен... Нужен инструмент, чтобы открыть эту коробку долбанную, а? Я забыл про это. По-моему, ключ нужен гаечный. Ой, не гаечный ключ, это нужен лом или гаечный... Я не помню, то ли лом, то ли гаечный ключ. Короче, что-то из этого нужно. Еще нужно сразу взять баки топлива, чтобы заправить самолет. Вот, потому что самолет требует очень-очень много топлива, на самом деле. Нам нужно поскорее строить свою нефтедобывающую станцию, иначе задолбался добывать все это топливо, а точнее, покупать его, заказывать, чтобы мне его присылали. Так, ну что ж, погнали, заправляем наш самолет, заливаем в него просто две канистры топлива. Мы сейчас полностью их зальем туда. Это сколько? Это 15 тысяч. Офигеть, он жрет как паровоз. Ну, как паровоз, как самолет. Ну, это же самолет все-таки. Поэтому и жрет столько топлива. Нам нужно поскорее туда отправляться, потому что жители... Больные жители лежат и ждут, когда же... Когда же... Когда же мэр деревни привезет для них лекарства и спасет их от этой страшной болезни, от которой они позеленели так. Ладно, нужно сходить домой, нужно взять изумруды. Я не помню, куда я их выложить мог. Куда я мог выложить изумруды? Ну, а так как я сегодня летчик-испытатель, я еще себе скрафтил железный шлем. Я надеюсь, что он меня спасет. Конечно, не думаю, что он меня спасет. А что? Почему на мне так шлем сидит? Странно. Ладно, фиг с ним, пусть сидит странно. Мне без разницы. Главное, что он меня хоть как-то постарается спасти. В случае, если этот самолет будет летать неправильно или плохо. Так, ну что ж, давайте развернемся на нем. А почему я не могу... А, он только вперед двигается? Вот это он что, трамвай что ли? Он задом не ездит? Вот это да. Хотя нет, по-моему, трамвай как раз таки ездит задом. Ладно, изумруды я взял. Я думаю, что можно лететь. Лететь, лететь, лететь. Полетели. Ой, да, успешно взлетел. Хм, а походу и не требуется большой аэропорт строить. Этот самолет тоже спокойно взлетает и без каких-либо проблем. Да, теперь мы летим. Вот это да, вот это в ушах закладывает. Ну, самолет, конечно, медленный. Нужно срочно будет апгрейдить его движок, чтобы он летал быстро. Вот. А, вот это та самая западная деревня. На самом деле, не так уж далеко, но на тачке, да, я бы сюда задолбался ехать. Или на мотоцикле. Посмотрите, через эти горы это с ума сойти сюда ехать. Так, только вот проблема в другом. В этой деревне абсолютно не проработан, не проработан аэродром. Его даже здесь нету. Да, это вот эта деревня. Вот это в натуре деревня, блин. Хотя нет, это даже не деревня. Это, наверное... У них тут есть в целом неплохая медицина. И в целом у них есть даже здесь дороги. И даже есть колодец. А, ратуши нет, нет. Вот если была ратуша, то это было бы хотя бы поселок городского типа. А это просто деревня. Так, ну что, доктор Вакс. Здравствуйте, здравствуйте. Я к вам приехал от врача в своей деревне. Он сказал, что у вас есть лекарство. Для того, чтобы вылечить моих жителей. От корового вируса. Вы, по-моему, его как раз-таки разработали. Здравствуйте, Рисмут. Доктор в вашей деревне мне уже сообщил о вашем скором прибытии. Я подготовил три дозы лекарства для ваших больных. Но, к сожалению, они очень затратны в создании. Так что буду рад вашим изумрудам. Ну и что, готов оплатить, что поделать. Так, у него тут есть... А знаете, так, он сказал три. А что, если я у него куплю больше? У меня есть изумруды. Я потрачу больше. Пусть они на прозапас лежат. Мало ли я еще заболею. Вот, поэтому для себя я тоже на всякий случай одну дозу возьму. И мало ли еще кто заболеет. Я сюда не хочу летать много раз, потому что здесь какой-то ужас. Здесь еще и башня разбойников не достроена. Почему здесь строилась башня разбойников? Вы что, серьезно, что ли? Вот это да. Ладно, нужно срочно возвращаться на самолет и лететь обратно. Не знаю, удастся мне взлететь сейчас в этот дом или нет. Но попробую. Попробуем взлететь в него. Взлетаем. Взлетаем, взлетаем. О, вот это да. Я взлетел прямиком в дом. О, сейчас будут, сейчас будут реально... Я вам покажу, что такое трюки, виражи. О, под скалой пролетел. Так, вот здесь еще под скалой пролечу. Вот это да. Вот это баттлфилд в Майнкрафте. Вы видели, что я вытворил сейчас? Ну и возвращаемся в нашу деревню. Так, ну мне на самом деле так и просится вот здесь где-нибудь. Аэропорт, либо где-нибудь... Жаль, самолеты не водные. Вот это было бы очень круто, если бы можно было на них, например, садиться на воду. Это было бы очень крутяк. Так, ну что ж, мы прилетели. Привезли лекарства. Доктор, я привез лекарства вам. Вот, держите. Надеюсь, это поможет спасти... Спасти наших жителей, и они поправятся. Ладно, давайте зайдем, посмотрим, как они выглядят. Ой, да, выглядят они ужасно. Очень ужасно они выглядят. Они все такие зеленые, как инопланетяне и напришеленцы. Дам, дам, дам. Ладно, надеюсь, они выздоровят. Так, ну, я на всякий случай одно лекарство выпью, потому что я с ними контактировал сейчас. Опа, все, отлично. Теперь я буду здоров. Нужно только припарковать куда-нибудь самолет. А я его где-нибудь здесь припаркую. Вот так вот. Вот так вот припаркую, и все. Пусть стоит здесь. Ага, и мой мотоцикл. Ну что ж, дорогие друзья? Я думаю, в следующем видео займусь апгрейдом всего транспорта в своей деревне. Усовершенствую у них движки. Ну, а на этом все, дорогие друзья. С вами был я, Рисман. И добро пожаловать снова в мою деревню. Жители, нет, город жителей. Уже город жителей. Всем удачи и всем пока-пока.